друзья мои всем привет да да не на парадоксе я я на лице на 130 все прекрасно знаете что у меня есть 130 toyota витц литровый и вот уже как год я по каким-то рабочим моментом передвигаюсь сугубо на этом автомобиле и хотел бы поделиться с людьми которые тоже возможно планируют купить себе витц может быть я рис а может быть чем-то маленькую машину из японии такого плана и у них вот вопросы надо или не надо еще раз говорю мне все равно что вы купите какую машину на чем вы будете в итоге передвигаться я всего лишь рассказываю свое мнение с точки зрения человека который год прокатался в основном по городу на этом автомобиле и не уже есть какое-то сложилось какое-то мнение поэтому мало там мнение человека у которого автомобиль мягко говоря чуть чуть побольше чем витц вот у меня 120 прадик и до этого я ездил на марке на больших автомобилях но самым первым моим автомобилем справа мазда дэми я точно знаю что японские тачки маленькие они очень большие итак первое о чем я хочу сказать чем мне написали в комментариях когда я привез бампер зимой оторвется 100 баллов друзья мои ездил на родных размера колесах всю зиму у нас были моменты когда не то что скажешь его снега прям по колено просто у нас бывает оттепель потом все это дело где-то сгребут где-то нет и потом это все намерзает и по итогу такие ледяные бордюры кругом на рост как назвать я ни за что за зиму ни разу не зацепил знаете почему во первых не такой уж маленький у него просвет а во вторых он короткий и очень юркий маневренный можно запросто кстати можно запросто маневрировать и сейчас секунду можно запросто маневрировать и никогда ни за чего не зацепишься я уже предчувствую что сейчас мне скажут что андрюха где ремень безопасности я помню про элемент безопасности просто мне вот здесь еще нужно будет остановить сейчас мы забежим в одно место и потом я продолжу свое повествование поверьте вам будет очень интересно итак возвращаемся про то что машина не низкая это примут она низковато вроде бы снаружи даже красиво но за счет того что бампер такой прикольный но она ничем нигде не цепляет это раз если вы поставите мне чуть большего размера колеса диаметр там 15 очень такое вообще нигде не зацепить другой момент что моторчик литровый и как бы ему что 15 что 16 диск из более широкой резины ему будет просто тяжелее их крутить и вы будете больше расходовать топливом кстати говоря о расходе топлива расход топлива у меня на этом автомобиле где-то пять с половиной семь вот такой вот промежуток у меня ездил я достаточно динамично по поводу я не из тех людей которые знаете покупаете гибрид который едет что там только до 40 на электро то ли еще что-то и потом только включает бензин который прямо экономит экономит то есть я нет я просто езжу я держусь в потоке поэтому как получается так получается тем более расход в 7 литров для человека у которого есть 120 праве с четырьмя литрами это вообще просто подарок судьбы я иногда забываю что заправка вообще нужно и что она существует когда на вице ездит но на нем я езди в основном еще раз говорю по работе про расход вы уже тоже поняли да какой на меня примерно дальше про маневренность по городу тоже говорить не стоит потому что она просто на высоте машины вот так вот разворачивается на месте можно заехать в любое место можно повернуть с любого угла можно ну короче говорят для города вот дальше вопрос следующий маленькая машинка машинка для женщин вот это вот вся история друзья это знаете это вот из тех из той серии что то говорит что те у кого большие джипы внедородники у них маленький член есть такие я им обычно говорю прикиньте у меня две машины одна здоровая другая маленькая вот чем вашей тупой башке от этого получится это все бред с силой кобыла друзья если честно как по мне машина женская или мужская она размером никак лично для меня еще раз говорю это мое мнение она никак не позиционируется она позиционируется кого ты вот видишь машину и вот кого лично ты за рулем ну ну готов увидеть вот как мне просто есть люди которые даже как в комментариях мне писали что вот 120 прада у нас на них ездит только женщины а вот мужики ездят там на соток на соток тоже видите как у каждого человека там своим свое мнение и я не настаиваю его менять господи живите с ним это ваша правда вот я живу со своим мне допустим вот lexus rx почему-то я там вижу за рулем только женщин не то что в потоке а вот вот именно вот когда женщина за рулем сидит нормально mercedes вот знаете который как их 6 такой вот сделал тоже почему-то мне кажется что вот тут вот за рулем это автомобиля должна быть женщина но это еще раз говорю это мои его лично мое мнение то есть то что маленькая машинка обязательно женская по моему это вообще идиотизм но может быть это из того плана что все считают что вот у мужчины если в семье две машины то у мужчины там какой-то джип а там у жены батис честно никогда не понимал вот этого подхода то есть жена она возит детей она то есть это дорогой тебе человек то есть ты ездишь на большой здоровой машине которая безопаснее а жена пусть ездит на какую-то мелочи и у детей при всем при этом на ней будет поэтому я такого подхода честно говоря не разделяем дальше есть момент что на маленьких машинах людей в городе подрезают не подрезают друзья мои все зависит от того как вы себя в этой машине чувствуете я уже много раз говорил что машина вас не делает крутым чуваком или что-то еще машина это просто средство конкретного передвижения точнее средство передвижения и она не делает из вас либо наглого либо обычного человека то есть как вы ездите вот я ездил на всех машинах одинаково никто не меня не подрезает есть конченые дебилы которые лезут на пролом но там все равно на чем ты едешь им тоже все равно потому что им терять нечего взять с них нечего да и жизнь в принципе тоже дерьма кусок поэтому им из-за нее особо не станешь но это просто дебилы поэтому на них как-то обращать внимание не стоит им все равно что подрезать а так в целом не чувствую ущербности именно на маленьком автомобиле вот то есть и как далее вторые вопросы что по загрузке по загрузке то есть как автомобиль вроде снаружи маленький снаружи маленький смотри он просто огромный то есть это ну такой автомобиль который еще японцы умеют делать маленькие машины просторные внутри я делал ролик где показывают что я со сложными сиденья вица засунул 18 диски плюс еще родной комплект резин то есть вместимость у него шикарная здесь люди думали головой понимаете здесь нет лишнего занятого бесполезно занятого чем-то место здесь все место в автомобиле она сделано так чтобы она была функциональна и не мешала никому точнее чтобы вот нету допустим очень широких дверных карт они по уже сделаны вот это все она создает то есть ты едешь тебе вроде машина маленькая а воздуху дальше по поломкам я не буду говорить что машина из японии не будет требовать от вас денег те кто ездит на них те кто покупает тачки из японии прекрасно знают что два-три года то и больше туда можно не смотреть только меняешь масло если машина реально хорошая с космическим пробегом то есть не знаю не пришлось ремонтировать масло меняю каждые 5-6 тысяч потому что литровый моторчик чем вы чаще на нем будет масло менять тем дольше соответственно он у вас проживет вот так уж складывается что еще подвеска улица отличная отрабатывает без проблем тормоза мне очень нравится но об этом я уже как-то говорил машина просто тормозит и четко останавливается что еще по поводу единственное но тут уже все таки это в упору автомобилю в плане его ценности стоимость дешевая машина пластик гремучий вот этот есть момент то есть позванивает местами это вот где допустим где магнитола звенит но это мне кажется он звенит потому что она совсем может быть штатная она японская но не совсем штатная там что-то где-то не прикрутили и она кромыхает а так в целом все остальное по вместимости внутри еще скажу мы ехали с женой ребенок детское кресло коляска все разместились не вот так вот все отлично еще и вещи были с собой пара сумок то есть без проблем поэтому для тех кто ищет себе городской автомобиль повторюсь на вице можно смело ездить по трассе даже с литровым мотором только вы должны быть готовы к тому что облом для вас это будет крайне редкость а то и совсем не будет я ездил на нем накатал я в целом где-то 12000 на этой машине вот ну просто еще раз повторюсь в основном по городу по трассе я ездил где-то за 100 за 150 километров от города от своего 90 100 можно больше идет машина смело ну не хочется честно вот он идет своя 90 100 там и расход маленький по трассе по трассе вообще маленький расход и ну если надо он доедет далеко я думаю проблем не будет если будет вид с мотором 1.3 по трассе будет может быть даже и очень неплохо но еще раз говорю вид с мотором 1.3 если вы его берете с Японии или так он просто дороже за эти деньги уже можно купить чуть-чуть другую машину не вица ну или Ярис а так в целом все-таки ништяк мне нравится внешний вид мне вообще нравится я в принципе и привозил именно рестайлинг 130 кузова именно поэтому то есть мордах у него прикольная последний рез мне не нравится это чисто вопрос вкусовщины кому как в целом машина огонь по поводу мужская женская я вам уже сказал то есть если вы живете своим умом помните как в бригаде белый говорил пчели живи своим умом пчела если вы смотрите что на вас скажут что вам скажут там соседи по гаража по двору друзья ваши тогда вы живете их мнением и их умом а если вы сами себе говорите что делать и то что вам нравится то вы самодостаточная личность которая просто-напросто живет так как считает нужным как думает он как ему нравится а не то как мы как считают это сложно это иногда требует каких-то решений волевых но просто иногда попробуйте это правда работает это я просто говорю к тому что мне иногда в комментариях люди пишут что я там ездил зачем я там про крузак обычно рассказывают пишут что у меня там есть машина там итальянская что-то еще я ездил кайфу это друзья мои это это мне нравится джип мне нравится внедорожники в целом я на нем ездил мне нравится и я рассказываю про это таким же людям как я которым тоже нравится внедорожник мне очень нравятся итальянские машины особенно спортивные единственный минус я не очень люблю скорость у меня были быстрые машины мне не нравится скорость быстро то есть я по трассе сильно быстро не гоняю а в городе особо быстро не разбудишься поэтому мне нравится дрифт мне нравится бездорожье вот это я люблю кстати что касается по городу в чем еще плюс лица именно в маленькой машинке понимаешь что в пробке стоять все равно с каким мотором с четырехлитровым либо с литровым ты один хрен стоишь в пробке то есть ты все это никакой разницы в этом нет по на еще вопросы были хватает или не хватает литра в городе друзья хватает мне по моей как я езжу на автомобиле мне хватает прям погранично зимой за глаза потому что скорость потока в городе чуть-чуть падает летом приходится его немножечко крутить чтобы ну от других машин тоже не отставать а даже иногда быть впереди ну то есть еще от группы моей манеры езды вот то есть но это не критично то есть еще раз говорю литровый вид это лучшее сочетание цена-качество там и то что ты от этого автомобиля получаешь так по обслуживанию сказал по управляемости управляемость до управляемость этот автомобиль чтобы он был единственным в семье да наверное да если вы часто не ездите на какие-то дальние расстояния потому что литровый вид на дальнее расстояние мне кажется будет вас утомлять можно но это уже без какого-то комфорта если в основном ездите по городу даже если у вас один ребенок эта машина с учетом что она маленькая она перекроет ваши требования по большей части вы не будете испытывать какому-то там нюансы единственное минус она не совсем дешевая если посмотреть на старые вице там даже 2000-х годов 2002-2003 они друзья не пришел там за хорошую машину нужно отдать что-то 450 а то и 500 а то и больше тысяч рублей это нормально это недорого это такие цены то есть как и любая хорошая тойота как и любая хорошая машина тойота вид стоит хороших денег чтобы ее купить и все это попробует нужно сначала за это заплатить вот я приехал в транспортную компанию сейчас буду забирать резину кстати говоря кому нужна резина кому нужны диски без пробега по россии с пробегом по японии в отличном состоянии можете обращаться звонить также кому нужны моторы двигателя коробки рекламы для тех кто досмотрел практически до конца то есть пожалуйста обращайтесь даже если целые автомобили вам нужны тоже обязательно помогу вам с этим вопросом так что на этом на сегодня все что хотел я вам рассказал чем хотел я с вами поделился лайк дизлайк у нас все можно ничего не запрещается но главное помните что не бывает плохих автомобилей бывает плохих хозяев всем пока и нет вот 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 Продолжение следует...